Всем привет! Здравствуйте! Ну что ж, как я и обещал, мы продолжаем наш аналитический обзор о квалификации Чемпионата Мира 2022 года в азиатской группе. И я начну с группы А. Буквально несколько дней назад закончился шестой тур во всех группах отборочных, и я хочу сейчас группа за группой проанализировать, как прошли матчи, остановиться на самых ключевых играх в каждой группе и, возможно, дать какие-то прогнозы или перспективы на будущий 2020 год, потому что следующие матчи в отборе будут только в конце марта. Итак, начинаем с группы А. В группе А, как и во всех группах, 5 команд. Под первым номером сеялась команда Китая. Ну, я думаю, найти на карте Китай проблемы не составит. Вторая. Второй номер Сирия. Вот Сирия. Третий. Филиппины. С женой за эту команду и болеем. А вот Филиппины. Все 7 тысяч. Сколько это там островов. Мальдивы. Да-да. Все любят там отдыхать, а они еще и в футбол умеют играть. Мальдивы. И, наконец, команда Гуама. Гуам – это такой остров, который находится вот конкретно здесь. У него столица Сайпан. Гуам – это Тихоокеанский островок, который в этом году, в этом сезоне принимает участие в отборе через азиатскую группу. То есть, Гуам относится как бы к азиатской конфедерации футбола. Самый высокий рейтинг FIFA перед стартом показывала команда Китая. Китая – она 69-я в мире, Сирия – 83-я, Филиппины – 126-е, Мальдивы – 154-е и Гуам – 196-е место в мире. Говорили специалисты перед стартом. Однозначно претендентом на выход из группы А является Сирия и Китай. Хотя Филиппины, выйдя в финальную часть предыдущего Кубка Азии в январе 2019 года, они впервые играли в финале, Филиппины грозились, так сказать, дать бой фаворитам. Посмотрим, как все получилось. Итак, четвертый тур. В четвертом туре у нас схлестнулись Китай и Сирия. Играли они в Сирии, но так как в Сирии идут, как вы знаете, военные действия, то Сирия принимает сейчас своих соперников в Дубае. Поэтому матчи четвертого тура – это Сирия-Китай и Мальдивы-Филиппины. Сирия-Китай встречались 14 ноября. И этот матч был одним из самых важных и ключевых в расстановке сил, потому что это матч между двумя ключевыми претендентами. Перед пятым туром надо отметить, что и Сирия выиграла все свои три матча, Китай выиграл два поединка и сыграл один матч в ничью с Филиппинами. Ну и вообще, если проанализировать историю встреч Китая и Сирии, то в принципе за последние 20 лет они встречались 8 раз. Три раза победила Сирия, три раза победил Китай, два раза была ничья. Но отмечу, что в предыдущей квалификации к чемпионату мира 2018 года между этими командами была зафиксирована ничья в Сирии и поражение Китая дома. То есть Сирия обыграла Китай и вообще в прошлом отборе произвела настоящую сенсацию, практически в дополнительное время проиграв сборной Австралии в плей-офф в азиатской зоне. Австралия потом обыграла Гондураса, играла в России, а Сирия была реально очень близка к этому, поэтому сборная Сирии, конечно же, подошла к этому матчу с 9 очками и в статусе фаворита. Игра, безусловно, была интересной, даже, я бы сказал, захватывающей. Итак, сборная Сирии к матчу подошла под руководством Фахра Ибрагима. Этот сирийский тренер возглавляет команду с 2019 года. И Фахр Ибрагим выбрал для своей команды систему 4-4-2. Четыре защитника, которые представляют в основном Лигу Сирии, если только не брать во внимание Омара Медани из Кувейта. Далее идут четверо полузащитников, где выделяется Махмуд Маваз из Катара, Ум Салал играет в катарском клубе Ум Салал, Осама Омари, сирийская Аль-Вахда, а также Вард Салама и Камел Хамшиш из Тишлина и Аль-Джаиша, соответственно. В нападении сирийский наставник доверил играть Амару Аль-Самаху из Аляхли Сауде и Мухаммед Мармур из сирийского Тишлина. То есть, как мы видим, большинство игроков, которые представляют сборную Сирии, играет в чемпионате Сирии. Но, тем не менее, есть еще и несколько легионеров из Кувейта, Саудовской Аравии, Катара и так далее. Что же ответил китайский наставник, возглавляет сборную Китая уже несколько лет, великий Марчелло Липи, знаменитый итальянский тренер, который и возглавлял Китай на чемпионате Азии 2019 года. Китай не попал на чемпионат мира 2018 в России, но попал в финальную часть чемпионата Азии в Эмиратах. И там китайцы не сумели показать очень такого серьезного футбола, вышли только в четверть финала. Итак, состав сборной Китая. Наставник сборной Китая Марчелло Липи решил сыграть против сирийцев по системе 4-3-3. И здесь в основном в составе сборной Китая играют представители местного чемпионата. Чемпионат Китая довольно сильный, и ведущие его клубы играют успешно в Азиатской лиге чемпионов. Поэтому здесь логично, что наставник доверяет проверенным бойцам. Но есть один легионер, это бывший воспитанник шанхайского футбола, который забил более 150 голов в чемпионате Китая. Это Вулей. Он на данный момент играет в Испаньоле и уже забил 3 гола в примеру. Так что полузащитник Вулей, собственно, это единственный в стартовом составе легионер, которого поставил Липи. Итак, матч начался, в принципе, с небольшого преимущества Китая. В первые 10 минут они нанесли несколько ударов по воротам. Но на 18-й минуте прекрасная атака удалась сборной Сирии. Игрок катарского клуба Махмуд Маваз сумел блестяще навесить. И навесил он на Осама Омари из Альвахды, Сирия. И Осама Омари забил первый гол в этом матче. Радости сирийских болельщиков, конечно же, не было предела. И матч уже продолжился при небольшом преимуществе сирийской команды. Осама Омари сыграл в футболке сборной Сирии 33 игры. И, соответственно, забил 5 голов. Это был его пятый гол. Далее команда Сирии продолжила атаки. Но, в общем-то, Китай выровнял игру. И на перерыв команды ушли при счете 1-1. Всего 10 минут понадобилось Китаю, чтобы справиться с шоком после пропущенного гола. Немножко выровняв игру, китайская команда сумела забить, сравнять счет. И это произошло в результате навеса длинного. И замыкал эту передачу в одно касание как раз игрок Эспаньола Ву Лей. Ву Лей сыграл за сборную Китая 66 матчей, 67 игр. И это был его 18-й гол. Комбинация была разыграна прекрасно. И, в общем-то, игра выровнялась. И к перерыву команды обменялись несколькими опасными моментами. В принципе, я бы сказал, что небольшое преимущество было у Сирии. После перерыва начала активность Сирия и уже сумела до 50-й минуты нанести несколько ударов. Был пробит штрафной, достаточно опасно. А на 50-й минуте игрок сирийской команды сумел сделать навес, но мяч уже ушел в аут. Передачу замкнул игрок сборной Сирии, но судья гол не засчитал. Наблюдая за матчем, могу отметить очень большое количество моментов у Сирии. Игра проходила комбинационно, ярко. И, на мой взгляд, Сирия, конечно же, была близка к победе и заслуживала таки ее. Тренер сборной Сирии решил усилить все-таки атаку. Он заменил полузащитника на нападающего. Сделал еще несколько замен и заменил автора гола, Саму Амари. Вместо него вышел господин Харбин, который играет за команду Пирамидес в Египте, в Египетской лиге. И вот как раз усилиями свежевышедшего и активного Харбина был произведен удар, навес в штрафную. Китайцев на 76-й минуте. И этот навес замкнул в свои ворота защитник команды Гуанчжоу Жан Хлинпенх. Защитник команды Гуанчжоу Жан Хлинпенх срезал мяч в свои ворота и 2-1. Как ни пытался Китай сравнять счет до конца матча, ему это не удалось. В итоге, подводя краткие итоги матча, могу сказать, что тактика сирийского тренера сыграла на все 100. И мы можем видеть, как команда, представляющая страну, где идет война, команда, которая собирает игроков по нескольким лигам, команда, чей сирийский дивизион имеет десяток команд, которые, конечно же, не имеют такой мощной игровой практики. Но, тем не менее, мы можем видеть, что Сирия оправдывает звание фаворита группы. Сирия сумела победить Китай, чья лига имеет огромное количество денег, привлекает множество легионеров, фанаты телевидения и так далее. То есть, чемпионат Китая – это очень мощный футбольный турнир, но мы видим, что не деньги играет футбол, а тактика сирийского тренера сыграла. И Сирия победила в этом матче. В параллельном матче сборная Мальдив принимала Филиппины. И здесь я не буду очень долго останавливаться на этом матче. Отмечу только, что первый тайм закончился нулями. Шакалы, так называют команду Филиппин, пытались, как бы малой кровью, не затрачивая особых усилий, обыграть островную футбольную команду с Мальдивских островов. Но в первом тайме им это не удалось. Во втором тайме на 53-й минуте Филиппинам удалась замечательная атака. И Айн Рамси, игрок тайского Сукхатая, который играет в тайской лиге 1, сумел вывести сборную Филиппины вперед. Далее филиппинцы, одушевленные голом, пошли в атаку. И гол забил немецкий легионер сборной Филиппин. Ну, скажем так, неправильно выразился. Я игрок Эрцгебирге, игрок второй бандеслиги. И Питер Штраус сумел удвоить счет. Таким образом, Филиппины повели 2-0 и контролировали игру. Мы имели возможность забить еще, но, в общем-то, пропустили под занавес матча. Можно отметить достойную игру Мальдив. В целом, эта команда явно продемонстрировала неплохую игру. И в каждом матче, в общем-то, Мальдивы стараются. Можно сказать, что с разгромными счетами по 8-10-0 их никто не обыгрывает. Так что, в принципе, филиппинцы малой кровью взяли свои 3 очка. И, в общем-то, с показателем 7 очков вышли на 3-е место. Так как Китай проиграл, у них тоже 7 очков стало. И у Сирии было 12 очков. Мальдивы 3, Гуанно. Вот такая ситуация сложилась в группе после этого тура. Итак, переходим к 6-му туру в группе А. В этот день встречались фавориты. Сирийская команда после победы над Китаем набрала 12 очков. И принимала она в Дубаях команду Филиппин, которая имела только 7 очков. Для филиппинцев это был очень важный матч. После того, как они сыграли в ничью с Китаем и проиграли дома Сирии 2-5, на выезде с Сирии надо было бы хотя бы взять 1 очко. Это было бы важным аргументом перед важным матчем с Китаем, который состоится весной. Поэтому филиппинский тренер постарался подготовить массу вопросов для сирийской команды. Тактика была на матч выбрана 4-4-2. В составе сборной Филиппин в старте вышло 5 игроков тайской лиги. Это Альваро Сильва из Софанабури, это Мартин Стейбл из Порт FC, это Иоан Рамси из Сукхотая, и он же забил гол в ворота Мальдив в пятом туре, и, конечно, Айнджел Гуардо из Чонбури FC Таиланд. Кроме них был игрок Малака Юнайтед Патрик Рейчелд, и несколько игроков европейских команд. Это молодая надежда сборной Филиппин, игрок молодежной команды Азе Алкмар Джастин Баас, он в защите играет. Ну и, конечно, вратарь сборной Филиппин, Нейл Эта Рейч, который сыграл 67 игр в футболке сборной, и представляет он команду Cardiff City из английского чемпионшипа. Играет в основе этой команды, и, конечно же, на него было очень много надежд, что он сможет выручать. И он выручал. То есть в нападении Патрик Рейчелд и Ангел Гуардо, в полузащите Рамси, Шрок, Дизон и Страус, Йохан Патрик Страус представляет команду второй Бундеслиги Эрцгебирге, и, в принципе, играет там достаточно хорошо. Именно он отличился вместе с Рамси в матче с Мальдивами 4 дня назад. Ну а Штефан Шрок и Карли де Мурга представляют чемпиона Филиппин, самую сильную команду Филиппин Церес Негрос. Вот такой состав. Что касается наставника сборной Сирии, то он не поменял абсолютно состав по сравнению с матчем с Китаем. Выигрышный состав не меняют, поэтому 4-4-2. В нападении Мармур и Сума, в полузащите Варт Салама, Мавас, Омари и Хамищи, в защите вышли Аль Салех, Аджан, Медани и Джуаед, и на воротах игрок Аль Джаиша Сирия, Ибрагим Алма. В принципе, в составе есть и игроки чемпионата Катара, и Ирака, и Кувейта, и даже Ливана, но и половина игроков представляют сирийские команды Тишрин, Аль Джаиш и Аль Вахдаб. Таким образом, матч начался, и матч начался при преимуществе сирийской команды. Если честно, первый тайм остался за ними. Быстрые игроки показывали комбинационный футбол. Уже на 10-й минуте мог бы быть гол, но был офсайд. На 15-й минуте 11-й номер Осама Омари бил после сброса Махмуда Маваса, но мимо. А на 23-й минуте атакующие усилия Сирии были вознаграждены. Осама Омари получил пас справа, прошел почти до самой, до самой, до самой лицевой линии, сделал пас сзади наискось в центр, мимо филиппинских защитников. Никто не смог прервать эту передачу, и выскочивший Варт Салама забил свой первый гол в футболке сборной Сирии в 14 играх. Радости этого полузащитника под 8-м номером не было предела, и Сирия повела в счете. В принципе, вся концовка первого тайма с 30-й по 45-й минуты, это было 5-6 неплохих атак сборной Сирии, несколько раз выручил Нейл Этерич. И надо отметить, что шансов у филиппинцев сравнять счет не было. В отличие от начала второго тайма, видимо, ну и усилил атаку тренер сборной Филиппин, он ввел дополнительного нападающего вместо полузащитника, перешел на систему 4-3-3. Наверное, это сыграло свою роль, в принципе, на 50-й минуте, очень хороший удар Шрока с трудом парировал Алма, из шестерки вытащил. На 53-й минуте филиппинцы еще один шанс имели, но, в общем-то, как-то атакующий пыл Филиппин был сбит. Традиционную замену тренер сборной Сирии сделал на 70-й минуте, когда ушел очень активный Асамо Амари, на его место вышел Харбин. Харбин, в принципе, тоже оживил игру и имел несколько моментов на 80-х минутах. Филиппинцы, потушив ряд пожаров в своей штрафной на 81-82 минуте, особых шансов все-таки сравнять счет не имели. Поэтому заслуженная победа Сирии, вполне себе уверенная, и Сирия возглавляет турнирную таблицу. В параллельном матче сборная Мальдив принимала Гуам, и матч проходил под их преимуществом. В первом тайме Аль Самух на 23-й минуте отличился. Активность Филиппин в конце 30-х минут привела к автоголу Трэвису Никлау на 38-й минуте. Первый тайм закончился 2-0, а во втором тайме Гуам пошел всеми силами вперед, и Джон Маткин пробил очень уверенно и точно 2-1. Дальше Гуам имел несколько моментов сравнять счет, но в принципе Мальдивы, прошу прощения, довели матч до победы, поймав Гуам под занавес матча на контратаке. Али Ашфак провел третий гол. Таким образом, Мальдивы взяли все 6 очков в матче с Гуамом, победив на выезде 1-0 и выиграв дома 3-1. Но, в общем-то, перспективы у этой команды взять еще очки где-нибудь очень туманны, потому что филиппинцы дома будут обязательно обыгрывать Мальдивы, им нужны будут эти 3 очка. И у них еще, у Филиппин, остается матч с Гуамом. Это потенциально тоже 3 очка. Так что мы имеем на данный момент матч Китай-Филиппины. Он будет ключевым для филиппинцев. И если филиппины хотят выходить со второго места, ибо на первое надежд мало, то им надо будет обыгрывать Китай на выезде. И это, конечно, очень-очень-очень сложная задача. Таким образом, я хочу закончить обзор группы А. Здесь сразу видно, что Сирия практически оформила с 15 очками выход. Им нужно будет просто не проиграть Китаю в Китае. У китайцев два матча очень важных. Они занимают сейчас второе место. И у них важнейшие игры с Филиппинами и Сирией дома. На выезде они сыграли в ничью с Филиппинами и проиграли Сирии. Поэтому домашние матчи с Филиппинами и Сирией станут лакмусовой бумажкой для Липпи. И, в общем-то, вот эти две игры и определят итоги в группе А. Спасибо большое за внимание. Я прошу прощения, если где-то мой разговор был не очень четкий. И я волнуюсь. Все-таки это мое начало, как аналитика азиатского футбола. Но, надеюсь, вам было интересно и познавательно. Смотрите футбол, играйте в футбол. И удачи вам всем. До свидания. До новых встреч. Впереди будет обзор группы Б. Так что подписывайтесь на наш канал, если вам интересно, чтобы не пропустить обзоры группы Б, С, Д и всех остальных групп. Я постараюсь сделать их в течение этого, в течение ближайших недель. Всем спасибо. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»